здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня в студии я ведущий александр гурарье ситуация в афганистане и как уже стало доброй традицией ситуации в афганистане мы обсуждаем со специалистом по афганистану руководителем общества российского общества политологов андрей сиренко андрей добрый вечер здравствуйте александр добрый вечер я бы хотел затронуть сегодня несколько вопросов но самый главный наверное вопрос о том что в россию направляется новый посол посол афганистана посол который собственно является уже назначенцем талибов то есть предыдущие во многих странах мира сейчас до сих пор действует посольство действует дипломаты которые были назначены и служили еще так сказать при старом режиме и вот сейчас первый такой посол посол талибов и направляется он никуда бы то ни было а в москву пожалуйста что это за человек каким образом он достиг столь великих высот в дипломатическом ранге и что нам ждать что россия ждать и всему миру от такого посольства александр ну на самом деле здесь интрига пока только сохраняется господин джамак гарвал по одним данным он уроженец уезда задран провинции пакте по другим данным уезда задран на провинции хост но и в любом случае регион большая партия это скажем так туда входят несколько афганских восточных провинций партия пактика хвост и собственно говоря вот это большой вот этот регион большой партии так называем он является родиной и сферой скажем так что называется непосредственных жизненных интересов и наиболее зоны активной зоны влияния группировки хакани сам серый джудин хакани его батюшка покойный ныне джалудин хакани они все были выходцы из этого региона и вообще на самом деле вот именно вот эта часть афганистана является вот скажем так эпицентром родиной таким кощеевым яйцом группировки хакани печально известной сети хакани и вот этот человек который пытается сегодня приехать москва пока пытается приехать москву еще нет столицы российской федерации по некоторым данным он уже получил он и его семья получили уже визу на въезд страну да заявки заявки на визу они подали вот процесс по одним данным они уже получили визу по другим данным процесс оформления виз завершается не исключено что кстати говоря шум который поднимается сегодня вокруг его фигуры может несколько затруднить его получение визы и Приезд в Россию, хотя вроде бы ничего помешать не должно. Человек примечательен тем, что он не примечательен вообще ничем. Ему около 40 лет. Он получил высшее образование в Египте, учился в университете. Затем он поступил на службу в МИД Афганистана и проработал в хозяйственном отделе, деликатно называется административно-хозяйственный отдел Афганского посольства в Саудовской Аравии. На службе в центральном офисе в МИД Афганистана, по нашим данным, он проработал около трех лет. Ну, не самый большой стаж, мягко говоря. И, в общем-то, он имел должность весьма такую предельно скромную, на самом деле. То есть, по идее, по любому табелю о рангах любого Министерства иностранных дел, ему до посла, до его превосходительства, чрезвычайного и полномочного посла, еще лет 10 расти надо было бы. Как минимум. Как минимум. Тем более, ну, кстати говоря, здесь уже скрывается интрига его приезда в Москву, в каком статусе он прибудет. Потому что, чтобы стать полноценным послом, ну, нужно получить, значит, Агриман, необходимо отдать верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимировичу Путину. Ну, я плохо себе представляю, что Путин получал верительные грамоты от тарифского посла, пусть даже незамешанного пока, вроде бы, незамешанного в террористической деятельности. Но, мягко говоря, фигура, которая присылается, вот, предполагается прислать в Россию в качестве такого связняка между режимом талибов, а еще, вернее, между главарями сетих и коней и Москвой, вот как раз этого персонажа. Ну, персонаж, мягко говоря, не тяжеловесный. Вот, насколько мне известно, в отношении его статуса в Москве предполагается разыграть комбинацию схожую с той, что была разыграна в отношении китайского посольства, афганского посольства в Китае. Там китайская администрация, то есть администрация в Пекине, МИД Китая, всячески давил на посла Афганистана, тогдашнего посла Афганистана, который был назначен президентом Гани, с тем, чтобы он сложил свои полномочия и отправился в отставку, ну, или там, на лечение, куда угодно. В общем, сдал свои полномочия. При этом новый посол не назначается, но при этом Китай тогда вместе с талибами договорились о том, что в Пекин будет отправлен другой человек на должность второго секретаря посольства Афганистана в Пекине. И вот он-то и после отставки посла, старого афганского посла, будет выполнять функции и о главы дипломатической миссии Афганистана, то есть Талибана в Пекине. Китайцы, вот они в этом плане, конечно, великие люди, они умеют сохранить лицо. Да, вот нечто, русские решили, возможно, просто списать, это, что называется, задачку у китайцев, потому что, по моим данным, вот этот персонаж замечательный, Господин Гармал, он приезжает в Москву, он приезжает в Москву как раз в ранге, Господин Гармал приезжает в ранге как раз второго секретаря посольства, то есть по той же самой схеме, что и в Пекине. Ну, значит, здесь интересно то, что, в общем-то, еще раз повторюсь, это клерк, мягко говоря, даже не средней руки, это очень мелкий клерк в администрации, в административном управлении МИДа Афганистана, но который, судя по всему, по одним данным, может приходить с каким-нибудь дальним родственником или земляком, близким земляком к господину Хакани или кому-то из его приближенных, либо же, может быть, что весьма вероятно, и некоторые афганские мои друзья к этому склоняются, что он, возможно, уже еще работая в МИГе Афганистана, в старом МИГе Афганистана, ну, каким-то образом оказывал услуги сети Хакани, оказывал... Деликатные услуги. То есть фактического представителя талибской хунты, талибского правительства в Москве, это очень серьезное назначение, и там не может быть случайного человека, как бы ни пытались там некоторые его друзья, этого господина Горвала, превратить его в некую такую скромную фигуру, хорошего, малого, незамешенного ни в каких темных делишках и так далее. Понятно, что это очень серьезное назначение, и я думаю, что вот правы мои те афганские друзья, кто предполагает, что этот парень имел возможность, наверное, оказать какие-то услуги не только сети Хакани или талибом, но и пакистанской разведке. И, скорее всего, именно эта фигура, наверное, согласована с пакистанцами. Кстати, напомню, что по сложившейся дипломатической практике все послы Пакистана в любых странах мира, они, прежде чем получить эту должность и этот пост, они должны окончить колледж Айсай, международной разведки Пакистана. То есть без завершения обучения в этом учебном заведении ни один пакистанский дипломат послом в какой-либо стране быть не может. Москва не исключение. Я, конечно, далек от мысли, что Газань Горвал закончил колледж Айсай, наверное, еще маловат для такого рода обучения. Но то, что он наверняка получил удобрение со стороны опекунов, талибов из межественной разведки Пакистана, я думаю, что это, скорее всего, так. Андрей, скажите, вот последнее время ситуация в Афганистане, она, в общем-то, далека от стабилизации и вновь поднимает голову ИГИЛ. Мы в наших программах с вами неоднократно об этом говорили. И по некоторым данным сейчас активность ИГИЛа очень сильно выросла. Мало того, количество террористических актов с использованием смертников в последнее время, последние несколько месяцев продолжает Россия. Что происходит? Талибы бессильны или талибы не хотят им мешать, дают возможность ИГИЛу развиваться и расти? Я думаю, то и другое не парадоксально работает сегодня. Оба эти фактора действуют. И, кстати говоря, все наши с вами прогнозы на эту тему, они, я, так сказать, ну, безусловно, это грустное событие, что мы фиксируем сегодня стремительный рост активности Исламского государства, запрещенного в России, в Афганистане. И фактически мы видим сегодня, согласно данным статистики, что эпицентр вообще террористической активности ИГИЛ в мире вообще переместился из Ближнего Востока в Афганистан. Это, на самом деле, серьезное явление, на которое нужно обратить внимание. И, кстати говоря, первыми, кто обратил внимание на этот факт, это были аналитики одного из израильских исследовательских центров, которые занимаются отслеживанием террористической активности, в том числе и ИГИЛовской активности в мире в целом. И это очень важный вывод, который израильские коллеги, израильские эксперты, на самом деле, сделали. Это очень существенное замечание, потому что фактически эпицентр сегодня террористической активности ИГИЛ смещается с Ближнего Востока в Афганистан. Это очень плохая новость для региона в преддверии весеннего сезона, когда традиционно в Афганистане оживает боевая активность. Сегодня очень многие готовятся к боям в Афганистане, к весенним боям. Там и талибы готовятся, и ИГИЛ готовятся, и силы сопротивления талибам, неигиловские, скажем так, готовятся, фронт национальное спасение Афганистана во главе с Ахмадом Масудом готовятся к таким живаям и так далее. Поэтому все ждут горячей весны в Афганистане. На фоне вот этих ожиданий стремительный рост активности ИГИЛ, безусловно, это очень важный и тревожный, опасный фактор. То, что израильские эксперты смогли зафиксировать, я считаю, что это очень важное заключение, очень важный вывод, показывает, что ИГИЛ уже это не проблема Афганистана, это не проблема талибов, с которыми у ИГИЛ очень сложные отношения. С одной стороны, ИГИЛовцы и Талибан это конкуренты на региональном джихадистском рынке, они конкурируют за джихадистское мясо, за молодежь афганскую и пакистанскую, центрально-азиатскую в этом регионе, они конкурируют за спонсорские деньги, они конкурируют за сферы добычи, там сказать, самых ликвидных вообще природных ископаемых в регионе и так далее. Но при этом как бы известно, что часть фракций ИГИЛ контролируется теми же самыми людьми сети Хакани, посолок которых едет, планирует приехать в Москву в ближайшее время. Известно, что некоторые фракции исламского государства внешне якобы не связаны с Талибаном, они на самом деле с хаканистами очень плотно опекаются, и в общем-то, на самом деле, очень часто ИГИЛ берет на себя те преступления, которые фактически совершают террористы сети Хакани, ну как, например, атаки на некоторые шиитские мечети, когда ИГИЛ говорит, что эти атаки совершили их боевики. На самом деле, афганские эксперты, наблюдающие ситуацию изнутри, с высокой долей вероятности, словно утверждают, что это сделали боевики сети Хакани, которые являются частью режима талибов, на самом деле. С другой стороны, у талибов, конечно, не хватает сил сегодня справиться с сетью ИГИЛ, которая стремительно расширяется в Афганистане. Израильские эксперты, которые зафиксировали рост числа боевых нападений ИГИЛовцев и, соответственно, рост численности их жертв, эту статистику можно дополнить тем, что сегодня формирование новых ячеек, новых фракций ИГИЛ территориально осуществляется очень стремительно на большей территории Афганистана. Наши афганские друзья, которые сегодня находятся там, в стране, в Афганистане, которые не уехали по разным причинам за границу, они сегодня фиксируют, по их данным, что не менее половины провинции Афганистана сегодня не контролируется. Но там находятся фракции ИГИЛ, там находятся отряды ИГИЛ самой разной численности, самой разной активности, уровня боевой активности с разными деньгами. И, кстати говоря, с хорошими деньгами. Это очень важный момент, который тоже необходимо учитывать. У ИГИЛ появились хорошие деньги. Они платят сегодня зарплату самим боевикам больше раза в два, в три, чем талибы. Я правильно вас понимаю, что складывается ситуация, когда ИГИЛ начинает составлять серьезную конкуренцию с самим талибом? Я понимаю, что пока что они в разных весовых категориях, но мы помним, как стремительно выросло исламское государство в свое время. Не кажется ли, на ваш взгляд, что возможно повторение подобного сценария и в Афганистане, что ИГИЛ подомнет под себя талибов? Наверное, пока вы правы, Александр Иванович. Сегодня говорить об этом вряд ли стоит. То есть пока ИГИЛ не набрал того политического веса, финансового, военного веса, который мог бы повторить тот феерический совершенно успех ИГИЛ на Ближнем Востоке, который был там совсем недавно, несколько лет назад. Но я думаю, что вот сегодня успех ИГИЛ зависит, но теоретически исключать того, что ИГИЛ сможет взять под контроль не одну, а несколько афганских провинций, такая угроза, на мой взгляд, существует. Речь идет, в первую очередь, о северных и восточных провинциях Афганистана, где ИГИЛ достаточно активен. Мне кажется, что здесь очень важны две вещи, от которых зависит, будет ли успешен ИГИЛ или нет в дальнейшем. Первое – это насколько смогут талибы удержать боевиков, которые сегодня воюют, самых разных фракций, которые сегодня даже не воюют, они сегодня живут, скажем так, в ожидании каких-то новых боев и новых траншей, соответственно, на войну, которые находятся сегодня под формальным контролем талибана, но которые, в принципе, имеют серьезные претензии к центральному талибскому правительству. Мы видели недавно инциденты, связанные с узбекскими талибами на севере Афганистана в провинции Фарьяб. Похожие инциденты происходили с таджикскими талибами, которые перестают доверять руководству талибана Пуштунскому в своей основе. И эти люди готовы, на самом деле, отколоться в любой момент от официального талибана и, соответственно, примкнуть к исламскому государству. Несколько, может быть, пару месяцев назад была информация о том, что минимум два талибских командира на севере Афганистана ушли из-под флага Талибана, под флаг ИГИЛ, уведя с собой в общей сложности около 600 или 700 боевиков. То есть, стоит одному командиру, которому под контролем находится примерно 300, средний отряд 300 боевиков, то сразу мы увеличиваем численность, можем смело увеличивать численность ИГИЛ на 300 человек. Это цена ухода одного талибского командира из-под контроля центральной талибской хунты. Если такие, представьте, что 5-6 таких командиров уйдут, ну вот умножайте эту цифру, да, соответственно, и получите очень неплохой результат уже в несколько тысяч боевиков потенциально. То есть, получается, что все зависит от платежеспособности. От платежеспособности талибов, раз, от встречных инвестиционных предложений со стороны функционеров ИГИЛ-2, которые могут предложить большие деньги, да, а в сегодняшнем Афганистане идеологические убеждения напрямую зависят от количества предлагаемой суммы. То есть, если предлагается сумма больше, тут же человек перебывается в воздухе боевик, перебывается в воздухе и уходит из Талибана в ИГИЛ или обратно. Тем более, что принципиальных различий идеологических там не наблюдаются. Все гораздо проще. Да, есть серьезные расхождения, скажем, между ИГИЛ или не ИГИЛ, другими джихадистскими группами на Ближнем Востоке. В Афганистане все в данном случае не то, что сложнее, может даже проще. То есть, в данном случае, в сегодняшних реалиях Афганистана большую степень имеет платежеспособность той или иной джихадистской инициативы. У кого в руках деньги, к тому и пойдут весной. Это раз. А второй момент, конечно, это успех ИГИЛ в Ираке был напрямую связан с тем, что очень значительное количество тогдашних командных кадров военнослужащих старой иракской армии примкнули к исландскому государству. Мы знаем, что вот эти все феноменальные успехи ИГИЛовцев на поле боя были обусловлены не только тем, что им там, по их словам, Аллах помогает, а то, что им помогали командные кадры, выращенные Саддамом Хусейном, в советских военных академиях и советских и российских военных училищах, которые потом ушли воевать в ряды ИГИЛ. И именно этим в значительной степени мастерством этих командиров объяснялись военные успехи ИГИЛ на поле боя. В Афганистане сегодня похожая ситуация складывается. ИГИЛовцы активно пытаются вербовать бывших офицеров афганской армии, в том числе, кто закончил ущебные заведения на Западе или в России. При том, что талибы их не жалуют, а немножко им отрезают головы. Да, да, и поэтому в этом смысле ИГИЛ на этом пытается сыграть, что Талибан вас преследует, он вас убивает, а мы вам, мы не просто вам все простим, мы вообще вам никаких претензий не имеем, переходите на нашу сторону, мы будем убивать талибов вместе. На сегодняшний день, насколько я знаю, не больше десятка, не больше десятка бывших военнослужащих афганской армии ушли в ИГИЛ. Большей статистики лично у меня заслужащей доверия нет. Мои друзья, мои знакомые афганские силовики, которые находятся до сих пор в Афганистане, в том числе из числа афганских спецназов, они сообщают регулярно о том, что от ИГИЛ, от их представителей, поступает очень настойчивое предложение присоединиться к ним в преддверии весеннего боевого сезона, при этом обещают очень неплохие деньги. Они отказываются от этих предложений, и вот я думаю, что до тех пор, пока вот афганские силовики будут стоять на своем и сохранять вот эту удивительную, на самом деле, принципиальность. С одной стороны, их преследуют, душат, убивают талибы, и с другой стороны, они вот все-таки воспитаны в определенном, скажем так, культуре, да, военной, они категорически не хотят присоединяться к другим террористам. То есть какая-то офицерская честь присутствует? Ну вот, наверное, что-то, как ни парадоксально это есть, да, для Востока кажется это немыслимо, но вот есть. И вот у ИГИЛ сегодня колоссальные проблемы с тем, что не могут эти старые офицерские кадры, ну какие старые, там ребята, которым по 40, по 35 лет, ну теперь это уже старые офицерские кадры, которых они не могут перетянуть на свою сторону. И я думаю, что до тех пор, пока вот этот костяк афганской армии будет сохранять вот эту позицию свою, не присоединение к ИГИЛ. У ИГИЛ мало что получится, потому что они... Вы понимаете, сохранять эту позицию, сохранять эту позицию они могут до определенного момента. Мы с вами, так сказать, не раз говорили о том, что ситуация, гуманитарная ситуация в Афганистане очень и очень сложная. Мы как раз говорили, что вот ожидаются морозы, которые, собственно, сейчас и наступили. И там просто начинается откровенный голод. И я думаю, что долго держаться, и, так сказать, держаться за честь мундира эти уважаемые офицеры просто не смогут. Да, я понимаю, что они будут искать, наверное, сегодня все-таки какую-то альтернативу. Я знаю, что очень многие бывшие офицеры афганской армии ждут весны, чтобы присоединиться к фронту национального сопротивления Масуда, например. То есть для которых вот эта альтернатива для них наиболее предпочтительна. То есть воевать и с талибами, и с ИГИЛ. Но до весны еще надо дожить. Да, она не за горами. Но, в принципе, традиционно боевая активность как это в Афганистане начинается после Навруза, то есть после 20-21 марта. И вот тогда, наверное, стоит ожидать каких-то событий. Но до этого, как вы правы, нужно дожить до этих дней. Еще почти два месяца. И поэтому ситуация очень острая, сложная. Мы видим, что талибы сегодня предпринимают очень серьезные лихорадочные усилия на севере Афганистана. Они пытаются сегодня отмобилизовать там свои подразделения, создавать новые боевые части именно в преддверии вот этого весеннего наступления. Пытаются заблокировать те, на их взгляд, опасные направления, со стороны которых возможно нанесение ударов антиталибской оппозиции. И поэтому, конечно, в данном случае Талибан будет предпринимать, на мой взгляд, самые разные усилия, чтобы вот это будущее наступление антиталибского сопротивления, к которому, как ни парадоксально, может присоединиться, что называется где-то сбоку ИГИЛ, они будут попытаться его сорвать. И в данном случае, я не вижу, честно говоря, для талибов сегодня пока особых, вот каких-то, особо каких-то эффективных решений в этой сфере, потому что со старыми военными кадрами они договориться принципиально не могут и не хотят. Денег они от мирового сообщества не дождутся. Социально-экономическая ситуация катастрофическая в Афганистане, голод, и люди продают свои почки, продают девочек из своих семьях для того, чтобы воспитать мальчиков и так далее. То есть идет на самом деле, что называется, распродажа уже детей со страшной силой, уже не говорим о почках, о состоянии здоровья. Только в провинции Герат минимум, по официальным данным, около 500 человек продали свои почки, чтобы как-то прокормить семью и так далее. Поэтому это уже индустрия, это уже поток. Когда вы видите, почки кончаются. Почки кончаются. Распускаться весной будут уже другие почки. Это уже, видимо, ИГИЛовские проекты, какие-то новые джихадистские проекты, к которым на самом деле эхо от которых ударит не только по Талибану, оно ударит и по странам регионов, в том числе по интересам России в этом регионе. И в Москве, конечно, нужно будет готовиться к этим событиям, а не только готовиться к встрече талибского посла, который, возможно, в ближайшие дни уже прибудет в столицу Российской Федерации. Андрей Сиренко, политолог, специалист по Афганистану. Спасибо большое, что нашли время побеседовать с нами. Действительно, ситуация очень-очень непростая. И, к сожалению, катится она, если можно так выразиться, в пропасть. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова